Всем привет, я Макс. И сегодня у нас полный обзор смартфона Redmi 9. Это недорогой 4-камерный смартфон от компании Xiaomi. Начнем с того, что смартфон я заказывал из Китая. И там он стоит вместе с доставкой 11-12 тысяч рублей за версию на 4,64 гигабайт. В официальном магазине в России он еще не продается на данный момент. Но скоро, думаю, в начале августа он должен появиться. В комплекте у смартфона все отлично. Это зарядка, кабель для зарядки, ну и скрепка для открытия лотка. Кстати, в лотке имеется место для двух сим-карт и отдельной карты памяти. Вес смартфона может показаться большим. Это целых 200 грамм. Хотя в 2020 году, думаю, уже многие привыкли к таким огромным экранам и их весу. Внешний вид смартфона вроде как обычный в наше время. Но имеются свои особенности, которые все же выделяют его. Во-первых, скажу, что хоть корпус и пластиковый, он не ощущается каким-то дешевым. Мне он понравился. Особенно его покрытие для корпуса, которое ребристое. Так сказать, выглядит необычно. Также, кроме покрытия из отличительных черт смартфона, могу выделить его камеру и круг возле нее. Также в дисплее имеется каплевидный вырез под фронтальную камеру. Для кого важно скрыть данный вырез, в телефоне имеются разные настройки для этого. Да, что касается дисплея, то здесь он большой, размером 6,53 дюйма. Матрица IPS разрешения 1080 на 2340 пикселей. Также указывается, что здесь установлено стекло Gorilla Glass 3. Яркости дисплея для использования на улице мне лично хватало. Я, конечно, не назову его суперярким, но позвонить кому-то или посидеть в интернете вы точно сможете. За производительность в данном смартфоне отвечает свежий 8-ядерный процессор от компании Mediatek G80. И в тестах он набирает довольно высокие результаты, и это соответствует действительности. А также 4 гигабайта оперативной памяти в данном экземпляре. Либо есть версии с 3 гигабайтами оперативной памяти, которые, скорее всего, будут продаваться повсеместно в России и Европе. Разница в данных версиях несущественна, но все же будет иметься. Данный смартфон, который у меня, может держать в памяти, работая в браузере, до 6 вкладок. Если вы работаете с большим числом вкладок, более 6, одновременно, в этом ничего страшного нет. Просто он будет перезагружать некоторые страницы. Конечно же, в вашем случае вкладок может быть чуть меньше или чуть больше. Зависит от тяжести сайтов. Я постарался показать типичные сайты. Скорость и плавность работы данного смартфона ощущается гладко. Загрузка приложений на среднем уровне. Что касается игр, я проверял много разных игр. И мощных, и аркадных. И в любой из них можно спокойно играть. В самых мощных смартфон держит кадры на уровне 30 в секунду. К примеру, Asphalt 9 на данном устройстве идет хорошо. И можно играть с удовольствием. В одну из самых требовательных игр на смартфонах, это Fortnite, поиграть на данном смартфоне тоже получится. И как бы ни было это странно, именно поиграть, а не посмотреть слайд-шоу и постоянные вылеты. Кадров, конечно, в Fortnite немного, 20, но это точно играбельно. Сами видите на экране пример геймплея Fortnite на данном смартфоне. И перейдем к одному из самых интересных. Это камеры смартфона. Так как здесь целых 4 модуля. И все они используются. Первый модуль это на 8 мегапикселей широкий объектив. Второй модуль на 13 мегапикселей обычный. Третий модуль на 2 мегапикселя. Ну и последний, четвертый модуль на 5 мегапикселей. Это макрообъектив. Все данные камеры в данном смартфоне, естественно, работают и применяются. И вам они пригодятся. Все данные камеры, как я и сказал, не просто есть, они вам могут пригодиться в разных ситуациях. В каких именно решать, конечно, вам. Главное, что между ними переключаться можно без проблем и быстро. Я лишь покажу вам примеры получившихся фотографий. И мне лично понравился макрообъектив. Он тут целых 5 мегапикселей, благодаря чему можно получить интересные качественные фотографии. Также люблю я в смартфонах широкий объектив. Он позволяет вам захватывать много пространства и быть недалеко от объекта съемки. Что полезно бывает при съемке зданий, природы или большой толпы. И придает объемности. Обычный объектив, он на то и обычный. Это надежный помощник в любой ситуации. Ну и последний модуль на 2 мегапикселя для глубины резкости в портретном режиме. У Xiaomi с данным режимом было все в порядке. Так что могу сказать одно. И здесь, в данном смартфоне он работает как положено. Мне понравился результат. Тест видеозаписи на фронтальную камеру на смартфон Redmi 9. По видеосъемке все просто. Есть только Full HD 30 кадров в секунду. Стабилизации здесь нет. Видео обычное, ничего особенного. Цвета, четкость, все имеется. Кроме стабилизации. Фронтальная камера тут на 8 мегапикселей. Она однозначно очень хорошая, четкая. И глубина цвета на высоком уровне. Пойдет не только для инстаграма, но и для просто хорошего автопортрета. На фоне интересных объектов. Например, на отдыхе или в интересных городах. Так-то в целом данной камерой я доволен. Особенно для такой стоимости смартфона. Здесь довольно широкие возможности для фотографий. По видеосъемке тут однозначно есть минус. Это отсутствие стабилизации. Хотя с таким процессором могли бы разработчики хотя бы реализовать обычную электронную стабилизацию EIS. Надеюсь, это добавят в будущих прошивках. По звуку все хорошо. Он громкий. На максимальной громкости я не советую слушать данный смартфон. Так как он будет резать уши. Ну, собственно, как и в любом телефоне. С обычным одним динамиком. Но громкость здесь хорошая. Будильник и звонки вы точно не должны пропустить. А вот что касается музыки в наушниках. Там тоже все хорошо и громко. Звук чистый. Слушать приятно. Конечно, это уже будет зависеть от ваших наушников. Также напомню, что имеется здесь и радио. Кто, конечно, еще его слушает в данном году. Это полезная функция, если у вас нет интернета. Еще в смартфоне есть инфокрасный порт. Который для меня лично не играет важную роль при выборе устройства. Но напомню, что с помощью него можно пользоваться телефоном, как пультом для телевизора, кондиционера и другой бытовой техники. Что касается автономности в данном смартфоне, то у нас здесь хорошая. Подойдет для тех, кто любит поиграть и много пофотографировать. Или посмотреть фильмы. Аккумулятор установлен на 5000 мА, что довольно много. И я думаю, это многим понравится. Полная зарядка данного смартфона происходит примерно за 2,5 часа. Может чуть больше. Если, конечно, выключить смартфон полностью. А за 1 час он успевает заряжаться на 43%. Ну и в конце я еще хотел добавить пару слов про NFC-модуль для бесконтактной оплаты в данном устройстве. Появились смартфоны на Алиэкспрессе, которые не имеют NFC. Ну, там в объявлениях так и написано, что его нету и стоит он, соответственно, дешевле. Имейте это в виду при покупке. В итоге из недостатков данного смартфона я могу отметить лишь отсутствие электронной стабилизации при видеосъемке. Конечно, это могут добавить в будущем, но пока такого нету, так что это минус. Плюсов в смартфоне достаточно. Во-первых, наличие крупного аккумулятора. Во-вторых, отличные фотовозможности. Android здесь обновляется. И, конечно, он в самой последней версии, 10-й. Ну и имеется наличие NFC. Это тоже, естественно, плюс. Все это сегодня стоит в Китае 11-12 тысяч рублей за версию на 4.64. И, скорее всего, через месяц данный смартфон подешевеет до 9-10 тысяч рублей. В России же смартфон стоит порядка 15 тысяч рублей в магазинах. Данный смартфон однозначно стоит своих денег, особенно заказывая в Китае. Если понравился данный смартфон и вы хотите его купить, переходите по ссылкам в описании. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, жмите лайк и не пропускайте свежие видео. Удачи всем и пока!